Северный город стал для жителей теплей. Так говорят многие магаданцы, новые парки, памятники, дороги и дворы. Благоустроительный сезон 2020 в городе подходит к логическому завершению. Кто-то вспомнит этот год не в лучшем свете, из-за напасти пандемии и ограничительных мер. Но обернувшись, ноги отмечают улучшение качества жизни в областном центре. Начало года нас приветствовало новым, уникальным общественным пространством парка Маяк. Это прогулочное место на побережье Охотского моря, где можно полюбоваться закатом под шум прибоя, комфортно уместившись на одной из качелей или на многочисленных лавочках. Тут проводят вечера влюбленные пары и активно отдыхают всеми с детьми. Строительство парка закончили в конце 2019-го. Могу бы устроили его и полностью реализовали проект в начале теплого сезона. Весна для всего мира стала знаковым событием. В этом году отмечали празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В столице Колымы к знаменательной дате подготовили и провели немало мероприятий. Главный посыл – уважение к участникам Великой Отечественной войны. Во внешнем облике города также остался след со дня юбилея. Город украсили тематической символикой и портретами героев Колымы. На въезде в Магадан установили памятник героя Малсиба. Скульптура, где российские и американские летчики, пожимая друг другу руки на фоне крыла боевого самолета. Мемориал стал главным приветствием гостей и жителей областного центра. Памятную композицию установили в честь подвига личного состава 1-й перегоночной краснознаменной авиадивизии гражданского воздушного флота авиатрассы «Аляска-Сибирь». В войну летчики перегнали из Аляски в Сибирь 8 тысяч боевых самолетов. Маршрут перелета пролегал через Магаданскую область. Этим подвигом отчаянные герои, в том числе и из Колымы, внесли значимый вклад в победу над фашистской Германией. Летняя пора дала старт большой стройке. От развязки 31-го квартала до моста в районе автовокзала уложили новый асфальт и облагородили прилегающую территорию. Установили новое освещение. 45 граненных фонарных столба помогут не сойти с пути в темное время суток пешеходам и автомобилистам. Кроме центральной улицы, в этом году обновили дорогу и прилегающую территорию по улице Парковая. Многочисленные колодцы вдоль дороги утопили в уровень асфальтового полотна. Также проложили тротуар и заменили окантовку на новый каменный бордюр. Улицы Портовая уделили особое внимание. Оценной истории архитектурных зданий с многочисленными фресками и башней со знаменитым шпилем, построенной в 1954 году, будут рассказывать информационные таблички. У подножия архитектурного наследия реконструировали тротуар. Проезд от городского парка обновили в рамках проекта «Пешеходный Магадан», который был инициирован мэром Юрием Гришаном в 2017 году. В 2021 году начнется благоустройство пешеходной зоны вдоль четной стороны домов проспекта Ленина от Портовой улицы до здания с часами. Это лишь часть улучшения Магадана. У города есть еще целый ряд проектов. Некоторые уже сданы, другие в работе, а третьи начнут свою реализацию в 2021 году. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...